доброе утро дорогие друзья у нас сегодня традиционный эфир зошита красиво и мы ждем наших гостей все кто будет смотреть на записи вы можете спокойно перемотать пару минут это как раз то время пока мы собираемся вы пока мне можете написать откуда вы доброе доброе утро сегодня у нас очень интересная тема не знаю как для вас но вообще знаю потому что общение на эту тему вызвало просто сумасшедший интерес интернете инстаграм и огромное количество огромное количество людей написала мне в личку и сказали господи как мы тебе благодарны что ты затронула эту тему и тема сегодняшнего нашего эфира это гормоны и гормональный статус и в гостях у нас сегодня будет не специалист из компании coral club человек который тренирует не тренирует работает с олимпийскими чемпионами работает с профессиональными спортсменами сам в прошлом спортсмен чемпион ссср по легкой атлетике в юниорах и человек который занимается на сегодняшний день восстановлением гормонального статуса у спортсменов большей степени ну и также у простых смертных это биолог нейрофизиолог станислав кокин сейчас мы еще ждем пока наши гости собираются я найду у нас тут за окном мотоциклы разъездились так пока еще станислава не вижу ладно ждем когда он присоединится на самом деле есть тема гормонального баланса это очень важная тема и наверно рано или поздно в какой-то период жизни люди с этим все абсолютно столкнуться мы сталкиваемся с этим когда мы маленькие потому что у нас появляются переходном возрасте прыщики мы сталкиваемся со своими перепадами эмоционального настроения в подростковом возрасте потом мы знаем все такое понятие как предвенструальный синдром когда у женщины не так стал мужчина не так сел не так кофе подал вот потом неизбежно мы все придем климаксу и на самом деле как бы такой немаловажный гормон про который все знают тестостерон и я думаю не открою вам сейчас секрета когда скажу что тестостерон но от моем представлении было что это мужской гормон это гормон который отвечающий за определенные черты характера это гормон который как раз вот и отвечает за ту черту характера как ответственность так попробую сама пригласить вижу за ответственность за принятие решения за скорость принятия решения за смелость вот я всегда считала себя тестостероновой женщиной потому что во мне есть эти все качества и да даже где-то думала о это как-то вот не так нормально потому что это вот вроде как мужское и собственно говоря всю свою жизнь пыталась это подавить вот и вот теперь как я думаю что для таких женщин как я ну сегодняшняя встреча будет просто изменением сознания вот и я вижу что станислав уже к нам приглашаю и будем знакомиться привет привет анастасия привет всем зрителям спасибо стас ну вот у нас такая тема важная ты вообще собственно говоря все рассказываешь интересное я думаю что может быть мы даже проведем ряд эфиров давай поговорим сегодня про тестостерон вот что такое тестостерон потому что по большому счету большинство людей считает что это мужской гормон но дело в том что у нас не существует гендерспецифических гормонов то есть гормонов присущих только женщинам или только мужчинам ну пожалуй кроме хгч хорионического гонотропина тестостерон это гормон который присутствует в организме и женщин и мужчин естественно что уровни этого гормона совершенно разные по сути именно тестостерон уровень тестостерона делает мужчину мужчины в женском организме он присутствует и занимает такое же наиважнейшее значение как и в мужском организме я вообще считаю тестостерон королем гормональной системы почему потому что тестостерон оказывает влияние на огромное количество биологических функций биологических систем организма тестостерон находится в тесной взаимосвязи с большим количеством гормонов из большим количеством нейромедиаторов дело в том что она наша гормональная система и и следует рассматривать как систему сообщающихся сосудов нельзя повлиять на один гормон не озаботившись о других гормонов или если допустим какое-то патологическое если как что-то приводит к патологии и происходит снижение какого-то одного гормона остальные гормоны тоже реагируют но кроме этого вся наша гормональная система еще очень тесно связана с нейромедиаторной системой а нейромедиаторная система она отвечает за наши эмоции за наши чувства за настроение и так далее так вот тестостерон то такое тестостерон тестостерон это не только потенция и либидо вот все о чем я сейчас буду говорить это их мужчинам и женщинам относится значит это не только потенция либидо тестостерон это Это ясность ума, трезвость в мысли. Это адекватное отношение к стрессу. Когда мы не боимся стресса, мы входим в него, решаем вопрос и выходим из стресса. Тестостерон – это способность принятия ответственных решений, исследования принятым решением. Тестостерон – это… Также он участвует в регуляции белков, жиров и углеводов. То есть огромное количество функций, присущих к тестостерону. Тестостерон – это гормон воинов, гормон спартанцев. И одновременно с этим тестостерон – это гормон прекрасных и уверенных в себе цариц. Вот если вот коротко так рассказывать об этом замечательном гормоне. Окей, то есть это не мужское и не женское. И вот я уже рассказывала именно в каком-то эфире, или может я уже не помню, где рассказывала. То есть у меня, наверное, на протяжении какого-то времени, последнего, может быть, в течение двух лет, ну, стало что-то происходить с головой. Я перестала водить машину настолько хорошо, как я ее водила, а водила ее всегда великолепно. Я перестала уметь парковаться, это какой-то кошмар. То есть я машину ставлю по диагонали на парковке, выхожу, смотрю, она стоит по диагонали, сажусь уже чуть ли не плачу, я реально не понимаю, в какую сторону крутить ру. Я измучила уже всех наших врачей. То есть я считала, что у меня какая-то проблема с головой. Я вышла, оставила машину на парковке, хожу, еще не знаю, где парковка. Звонит моя партнерка бизнеса, Татьяна. Я с ней разговариваю, потому что я говорю, представляешь, ну, она знает. То есть я тот человек, который в любую страну приехала, машину сделала в аренду, поехала, у меня навигатор встроен в голове. Все, нет никакого навигатора, я припарковала машину, я не понимаю, где находится парковка. И я на самом деле очень сильно озаботилась этим вопросом. И два года я ходила в разные места, все эти сосуды, что у меня там, что случилось. И мне тогда Татьяна сказала, может быть, ты наконец женщиной становишься. И я подумала, нет, если женщина это так, то пусть я лучше буду мужчиной, потому что ясности мысли больше нет. Нет, недавно один доктор сказал, она говорит, я понимаю, про что ты говоришь, это когда вроде ты живешь, жить можно, но как-то вот периодически не в адеквате, и это тебя парит. Я говорю, да. И я на самом деле думала, что это проблема с сосудами. Пошла в центр Бубновского, восстанавливает спину и все прочее. И вот ты рассказываешь про тестостерон, и я скажу, да, я начинаю пить фитомикс для мужчин, наш продукт. И у меня буквально через неделю, ну все, вот, ясность мыслей, жизнь налаживается. Я помню, сижу буквально там, ну, три недели назад, это произошло, и утром я организовываю нашу поездку в загород, и мой партнер по бизнесу сидит, смотрит на меня, говорит, господи, говорит, наша Настя вернулась. И я в этот момент понимаю, все, я сажусь за руль, мне хочется притопить машину на газ, все, у меня все строилось как нужно. Ну и благодаря Станиславу, расскажу нашим гостям, я пошла, сдала анализы, и оказалось, что у меня тестостерон просто вот, ну, ниже плинтусов. То есть, и на самом деле получается, что я, ну, до меня дошло, что я когда-то слышала от наших докторов коралловских, что наш витамикс для мужчин нужно пить еще и женщинам. И я тогда думала, ой, это точно не про меня, потому что как же туда. Вот. И сегодня я узнаю от тебя, что тестостерон – это вообще гормон молодости. Верно. Гормон, который держит, как это правильно сказать, ну, то есть, как бы, чтобы кожа не отвисала. Расскажи про это немножко, почему этот гормон является гормоном молодости. Потому что тестостерон участвует, ну, он участвует в регуляции обменных процессов. То есть, это основной анаболический гормон. Вот. Тестостерон формирует, позволяет формировать и управлять формированием мышечного корсета. Тестостерон, тестостерон, ну, тестостерон, вот, тестостерон – это как? Завтра война, нам нужно много мышц и мало жира. Я вот всем говорю, ребят, вы перед тем, как в здоровый образ жизни идите, идите, сдайте анализы на гормоны, потому что, ну, это очень важно. Если, допустим, нарушены обмена гормональной, если есть обмена гормональной нарушения, идти в зал достаточно сложно. Низкий уровень тестостерона, вот вы, Настя, описываешь, да, вот это состояние лёгкой прострации, которая постоянно усугубляется, да, это связано с тестостероном, когда нету ясности мысли, ты не можешь принимать решения. И очень объяснимо, как ваш хитомакс повлиял положительно, почему он повлиял положительно, я, насколько понимаю, там содержится цинк. Если мы допускаем дефицит нутриентов, некоторых нутриентов, таких как цинк, допустим, или, как ни странно, холестерин, которые участвуют в биосинтезе тестостерона, тестостерон не может продуцироваться в достаточном количестве, и мы получаем вот такие очень много различных патологических состояний. Да, тестостерон нам помогает формировать мышечный корсет, это действительно гормон, гормон молодости, гормон активности, гормон долголетия. Я смотрел за твоими эфирами, очень много эфир, ты приглашаешь гостей, которые рассказывают об антивозрастной терапии, но мы должны понимать, что возраст, он не только на лице, он в теле, он в функциях. Мало быть молодым лицом, необходимо быть молодым в душе и молодым в теле, и вот этому способствует тестостерон. Но, к сожалению, наш организм таким образом устроен, что половые гормоны, они имеют тенденцию к снижению, это естественный процесс, и это процесс старения. Мы на самом деле стареем гормоны. И очень много факторов влияет на снижение биосинтеза тестостерона и соответственно уровня тестостерона. И в первую очередь это стресс, естественно неправильное питание, отсутствие достаточного количества движения. Все эти факторы способствуют снижению уровня тестостерона и проявлению патологий, связанной с гипогонодизмом, низким уровнем тестостерона. У меня достаточно большая выборка. К сожалению, гипогонодизм, он молодеет. Большая выборка анализов показывает, что в современных условиях молодые люди и старше 30 лет уже имеют намечающуюся тенденцию дефицита тестостерона. А у нас так устроена медицина. Если вы пойдете, сдадите анализы, и тестостерон будет находиться в рамках референсных значений, то есть в рамках физиологической нормы, никто не скажет, что вам необходимо повышать уровень тестостерона или заниматься заместительной гормональной терапией, потому что он как бы в норме. Но я всегда говорю, референсные значения – это как заработная плата. Нижняя граница референсного значения – это, как в России называется, мрот. А тестостерон напрямую, как мы выяснили, влияет на качество жизни. Нижняя граница референсного значения – это минимальная оплата труда. Вот и соответствующее качество жизни. Вообще мы должны стремиться к тому, чтобы уровень тестостерона был на верхней границе референсного значения. Тогда не будет типичных жалоб. Ну и анализы не нужно лечить, нужно, конечно, смотреть на состояние человека, в первую очередь. Знаешь, вот когда я стала эту тему обсуждать в своих чатах, то есть народ мне стал писать. То есть вот, ну, пишут реально женщины там моего возраста, чуть постарше, наши, ну, мои партнеры, мои там клиенты, и они пишут, говорит, «Великолепная тема, спасибо, что подняла». Говорит, ты знаешь, вот одна из, пишет, я, говорит, буквально года три назад услышала от своей дочери про тестостерон для женщин, говорит, буквально, говорит, встала, говорит, на добыст, там, подняла саблю и сказала, что это я же там, типа, что должна быть мужчиной. Вот. А доча ей говорила, «Мама, почитай внимательно», и она, говорит, «Я стала читать, и я, говорит, увидела, что вот я, говорит, там три года пытаюсь, говорит, хожу в спортзал, пытаюсь там накачать свою попу, а ничего, говорит, не получается». То есть если раньше в молодости всё было само по себе или там сходил один раз в спортзал и всё изменилось, то сейчас нет. То есть как бы вот причина всему этому тоже тестостерон. Ну, в том числе и тестостерон, и он занимает, как бы, в моём понимании, основополагающее место в формировании мышечной массы. Да, тестостерон. Очень часто бывает, вот люди не могут похудеть, да, там, не кушают, очень высокий уровень физической активности, вес не уходит, жир не уходит. Когда ты сдаёшь анализы на гормоны, всё становится очевидным и понятным. То есть если мало тестостерона, невозможно, очень сложно похудеть. Тестостерон – это высокая работоспособность и скорость восстановления высокая. Вам не нужно будет запинывать себя в зал, тестостерон вас туда зовёт, тестостерон говорит, пошли работать. Кроме того, тестостерон, он же ещё участвует в процессе кроветворения, в том числе, у вас не будет, значит, дефицита кислорода, в том числе. Поэтому, да, тестостерон, то есть необходимо смотреть за уровнем тестостерона и всяческим способом его повышать или поддерживать на достаточно... Мы поговорим, как его поддерживать, сейчас хочу понять по причинам. Что такое происходит, почему вдруг мы теряем тестостерон? Ну, это естественный процесс старения. Максимальный уровень тестостерона у нас мы достигаем в кубертатный период, в период полового созревания, и далее он снижается по 2,5-3% в год, даже при условии, что мы ведём правильный образ жизни, правильное питание, достаточная физическая активность, гормоны всё равно будут снижаться. Но так устроен наш организм. Кроме этого, как я сказал выше, стресс очень серьёзно воздействует на уровень тестостерона. Долговременный стресс снижает тестостерон. Плохая экология снижает уровень тестостерона. Неправильное питание снижает уровень тестостерона. Ну, не только тестостерон, но всегда это такие комплексные гормонально-обменные нарушения. Ожирение, возникшее ожирение приводит... Это как замкнутый круг. Низкий тестостерон, много жира, а в жировой ткани у нас есть такой фермент ароматаза, так называемый, который усиливает конверсию, превращение тестостерона в эстрадиол, женский гормон. Ну, опять же говорю, гормон, который говорит, давай побольше жира. Такой вот замкнутый круг. очень много факторов влияет на тестостерон. Конечно же, алкоголь, конечно же, курение, конечно же, большое количество сахаров, углеводов. Вот, и поэтому достаточно неизбежный процесс, что уровень тестостерона снижается. И, ну, мы начинаем наблюдать в связи с этим происходящие изменения. если, ну, они по-разному проявляются у мужчин и у женщин, но примерно все в одном направлении. Если вы, и у вас наверняка есть такие примеры, когда, вы помните, был мужчина динамичный, с полным проявлением мужественности, очень успешный в бизнесе, который мог добиваться и достигать своих целей, и вдруг в нем что-то происходит, то он становится истеричным, он становится ему будет сложно принимать решения, он становится обрюкшим. Это говорит о снижении уровня тестостерона, и чаще всего у гипогенолистов такие есть совместные хобби, совместные увлечения, какие-то как рыбалка, игра в танчики, и это объяснимо. Тем самым мужчина старается избежать близости с женщиной, к сожалению. Снижение уровня тестостерона приводит к тому, что, нам становятся неинтересны партнеры, снижается частота сексуального желания, огромное количество проблем в связи с этим возникает. Это естественным образом влияет на эмоциональную сферу, поскольку мы говорим, что гормональная и нейромедиаторная системы связаны, у нас подавляется дофамин, а снижение дофамина приводит к снижению биосинтеза тестостерона. Как-то так происходит. То есть, короче, в общем, это не женщины делают мужчины пьющими, любящими рыбалку, и это не женщины удавили, раздавили бизнесу мужчин. Вышла замуж за успешного мужчину, а потом вдруг он стал неуспешным. И я тебе скажу, что весь интернет пестрит информацией, всевозможными лекциями, семинарами, то есть, там, великих гуру, ведизма и всего прочего, где, например, рассказывают, я помню, как у Тарсунова есть такое, ну, я же тоже когда-то это прошла в своей жизни, и я пыталась там, это же 100% виноватая я, конечно же, и я пыталась найти как бы ответы на свои вопросы, и я помню, когда я в одной его лекции послушала, ну, фрагмент какой-то, я его практически не слушала, так вот, ну, фрагментально, где он говорит, если ваш мужик начал пить и лег на диван, вы же что, вы же, говорит, как лошади подорвались женщины и побежали работать, все, он там у вас лежать и будет, а нужно сделать так, нужно прийти и лечь на диван, рядом, и тогда ему надоест лежать, он встанет и пойдет, и знаешь, я, честно говоря, ну, вот весь свой огромный опыт, у меня миллионы людей вокруг, знакомых, да, я пыталась вспомнить хоть одна, хоть один случай, когда мужик, если уже слег на диван, что если женщина, есть случаи, где женщина рядышком сидит с бутылочкой, они лежат там вместе, им там хорошо, они в своем болотце, но я никогда не видела, что если женщина, которая слегла рядом, мужик подорвался и побежал, вот, и как бы, и, ну, нам активно очень навязывают, что это мы такие, вот, какие-то не такие, я даже хочу сказать, недавно, я даже скажу нашим слушателям, я только начала этой темой, когда пришла в мою жизнь, я начала слушать Стаса, и он рассказывает невероятно интересные вещи, и мы еще про это будем говорить, когда стала со всех сторон мне информация приходить про гормоны, и тут мне моя новая партнер рассказывает про уникальную совершенно там какую-то книгу, мужчина с Марса, женщина с Венеры, я лазаю в интернете, и она открывается передо мной, но не книга, а семинар, я начинаю смотреть семинар, и там начинается семинар с того, что автор этой книги, он находится сейчас в России, ну, в момент этого семинара, и говорит, вот вы, русские женщины, коня на скаку остановит, в горящий лист бы зайдет, и все, мужик этот не такой, и этот не такой, и этот не тот, вот, и вот как бы вот вы выходите замуж за мужчин, вы со своим, типа, тестостероном, и он начинает рассказывать про гормоны, его задавили, его тестостерон, у него начинает какой-то там другой, боюсь набрать, как бы это можно посмотреть в интернете, подниматься, и все, и как бы он становится женщиной, а вам еще не остается, как быть мужиком, и я такая, смотрю это, думаю, ну, надо же, как информация приходит, отправляю Стасу этот линк, говорю, смотри, а он начинает смотреть, и пишет мне, говорит, кто этот человек, он, наверное, психолог, потому что он никакого отношения к гормональной системе не имеет, и вот он мне начинает рассказывать, как вообще все это происходит, ну, расскажи, пусть наши девочки и мальчики тоже послушают, это нужно понимать, как бы это не женщина тебя сделала неуспешным, это, собственно говоря, физиология, да? Ну, конечно, тестостерон – это гормон успеха, да, потому что он заставляет проявлять все свои, ну, я считаю, наилучшие качества. Тут, смотрите как, это очень типичная ситуация, когда снижается уровень тестостерона, и поведенческие стереотипы мужчины начинают меняться. Женщины, да, очень часто берут эти изменения на себя, считают себя виноватой. Но нам это активно навязывает. Возможно, ну, у нас вообще общество гормонофобов, на самом деле, возможно, навязывает, да, и очень много, в том числе вот этот линк, который ты отправляла, лектор говорит о том, что да, эта женщина задавила мужчину. Нет, это просто по целому ряду причин с возрастом и по причинам вышеоговоренных снижается уровень тестостерона, снижается уровень уверенности в себе, мужчине. Мы вообще очень тонко чувствуем, вы наверняка это отмечали, и ты сама, и твои зрители, мы на уровне инстинктов ощущаем тестостерон друг друга. Один и тот же человек, один и тот же мужчина ведёт себя с разными женщинами по-разному. В каких-то случаях он может себе позволить некую привольность в отношении женщины, а с другой он не может проявлять такого. Это вот как бы такое понимание гормонального статуса. И мужчина, встречаясь с мужчиной, очень тонко ощущает уровень тестостерона друг друга. И если ранее был мужчина успешный, и барышня вышла за него замуж, ну там начали они взаимодействовать, он был успешен, а потом вдруг залёг на диван, и дела стали ухудшаться, бизнес начал лететь, это не женщина виновата, это виновата гормональная система. И знаете, призывами или лозунгами это не изменить на самом деле. И что вы рядом ляжете, да, вот единственное, это бутылочка на двоих, потому что низкий уровень тестостерона способствует алкоголизму. Это установленный факт, как только тестостерон, ну чаще это в заместительной гормональной терапии, потому что там резкие изменения происходят, как только мы замещаем тестостерон и обеспечиваем адекватный уровень, пить не хочется, хочется заниматься делами, хочется смотреть на женщину, хочется её любить. Поэтому не женщина виновата, если мужчина становится менее успешным. Это проблема физиологии, проблема снижения половых гормонов. И меня вот, например, удивляет, почему не занимаются этим. Мужчину очень сложно убедить заняться своим тестостероном, потому что мужчина, если женщина, его близкая женщина говорит, слушай, милый, тебе надо поднять уровень тестостерона, он воспринимает это как личную обиду, это ты усомнилась в моей мужественности. И потом, ну вот в кулуарных беседах, ну не секрет, я замещаю, да, гормоны. А мужчины, ну в курилке, так скажем, грубо говоря, или там в раздевалке в спортивного зала, или на работе где-то, говорят, как тебе удается сохранять такую динамику, да, там, все-таки я достаточно взрослый спартанец, то есть и в залы ты, и в клубы, и делами успеваешь заниматься, и девчонке тебе нравится. Я говорю, ну, я замещаю тестостерон, я делаю гормон, они мне говорят, фу, так это значит не ты. Фу, а что фу? Я не понимаю, а неужели вот нужно сохранять свое, гипогонадное? Мы же идем к стоматологу, ставим кломбы, мы ходим к косметологу, занимаемся своим лицом, мы стрижем нотки, волосы. Заниматься гормональной системой очень правильно, потому что, по сути, гормональная система управляет всеми функциями нашего организма и нашими эмоциями. Поэтому на себя, девочки, не берите. Если ваш мужчина слег на диван, то нужно к хорошему специалисту обратиться, и психологи, к сожалению, здесь вряд ли смогут помочь. Если, ну, я всегда говорю, сдайте анализы, все становится очень понятно. То есть, если мы увидели, что произошло снижение половых гормонов, понятно, чем нужно заниматься. Окей, хорошо. А что будет вот... Ладно, это вопрос похоже задам. Ну, давай тогда поговорим про то, что... А чем же все-таки заменяют? Какой выход? То есть, вот, еще, знаешь, еще момент. Еще давай поговорим про... Немножечко про женскую гормональную систему, потому что это тоже большой вопрос, и мне писало очень много вопросов на эту тему людей. женщины писали, как бы, что делать, климакс в любом случае неизбежен. Вот что бы мы ни говорили, что бы мы там из себя не строили, мы все равно придем. Сколько бы, я даже скажу, мы воды не пили, и правильно ты сказала, что как бы мы ни питались, что бы мы ни делали, мы все равно придем, рано или поздно женщины придут к климаксу. И можешь про это что-то рассказать? Ну, это очень деликатный период в жизни женщины, и связан он с двумя гормонами, эстрадиолом и прогестероном. Когда происходит изменение соотношения уровня прогестерона и эстрадиола, мы наблюдаем вот такие изменения, происходящие в жизни женщины. изменение, смена настроения, приливы и прочее. Это, ну, это корректируется на самом деле препаратами прогестенового ряда или гистогенами. Вот в этом случае это очень оправданное назначение. Как мы говорили, наша гормональная система, все гормоны у нас взаимосвязаны. В этот деликатный период происходит снижение уровня прогестерона, и здесь отработано достаточно корректно протокол назначения гормона прогестерона для выравнивания этого баланса, и снимаются все вопросы. Но классической эндокринологии игнорируется тестостерон, он тоже снижен. Если корректировать еще и уровень тестостерона, а задача у нас очень проста, обеспечить уровень тестостерона таким, каким он был у тебя в 25 лет. Вот если ты это сделаешь, то ты будешь чувствовать и ощущать себя как в 25 лет. Поэтому гормональная заместительная терапия у женщин, она гораздо сложнее, чем у мужчин. Женщины вообще сложно гормонально устроены. Мужик постой, как 3 рубля автомат Калашникова, заместил тестостерон, и все, больше ничего не нужно. Но необходимо понимать еще, знаете, вот такую вещь. Тестостерон уникальный гормон, он напрямую влияет на несколько гормонов. Замещая тестостерон, тестостерон является антагонистом кортизола. Поднимая тестостерон, мы снижаем уровень стресса, снижаем кортизол. Повышая уровень тестостерона, часть его в женском организме до 25% конверсируется в эстрадиол. И если мы обеспечиваем уровень тестостерона на верхней границе референсного значения, то повышается и уровень пролактина, потому что организм таким образом пытается отрегулировать уровень тестостерона. Это, ну, однозначно. Ну, и это как раз влияние на это. Можно я это сразу добавлю, чтобы все понимали, что такое, когда поднимается уровень пролактина. Это значит, что у вас наливается грудь, у вас, значит, наливается попа, вы становитесь такие вот, как 18 лет. И я думаю, что, наверное, каждая женщина в своей жизни это отмечала, когда у нее появляется какой-то сексуальный партнер, который, как вот в природе говорят, в народе говорят, да, мужик пошел на пользу. Когда вдруг начинает вот расти грудь, когда ты начинаешь вот, все, глаза блестят, крылья вырастают, то есть ты становишься такой, прям вот очень-очень женщиной. То есть это вот и есть пролактин. А как вообще это происходит? То есть почему? Что там происходит с этим тестостероном в такие моменты? С тестостероном? Если мы повышаем будем тестостероном... Ну, если получается, то есть как бы вот... Ну, это просто я сейчас скажу там, ну, это и мой собственный опыт, что говорить, и опыт большого количества людей. Про это все девочки отмечают. Что происходит? Вот, то есть познакомилась женщина с мужчиной. А, ну, смотрите, опять же, у нас как происходит? Часто говорят, ну, такой совет, да, девочкам дают, и мы его услышали. Тебе нужно мужика найти, да? И часто это работает. Поскольку, мы говорили, у нас взаимосвязана гормональная и нервомедиаторная система, положительные эмоции, положительные эмоции хорошо воздействуют на дофаминовую или дофамин-передическую систему. Вот. Дофамин, высокий уровень дофамина повышает биосинтез тестостерона. Соответственно, низкий уровень дофамина снижает биосинтез тестостерона, поэтому вот паркинсонники, они все ярко выражены гипогонадисты. Естественно, если отношения у мужчины и женщины складываются хорошо, то дофамин повышается, повышается уровень тестостерона, и он каскадно приводит к повышению пролактина. у вас наливается грудь, попа, как ты говоришь, ну и жизнь раскрашивается яркими красками. Вот. Причем, ну, и наоборот, это тоже действует, когда мы входим в состояние стресса, долговременная вода и отсутствие близости, это приводит к снижению уровня половых гормонов. Поэтому это работает и в ту, и в другую сторону. То есть, если ты пережил длительный стресс, ты потом пошел, сдал анализы, и увидел, что тестостерон упал в ноль, это не значит, что он просто от возраста упал в ноль, что ты просто конкретно стрессанул. От стресса снижается тестостерон, это однозначно. От любого. Тебе пишут очень много вопросов, пишут, что делать, если пролактин высокий. Пишут вообще очень много вопросов, что делать. Я давайте немножко еще расскажу про Станислава. Дело в том, что Станислав занимается тем, что он восстанавливает гормональную систему с помощью транскрена. Это такой прибор, который позволяет абсолютно безопасным образом выравнивать гормональную систему. И плюс ко всему, он автор нескольких рецептур по восстановлению гормональной системы, рецептур БАДов. Расскажи, пожалуйста, давай немножко расскажи. Я прям позволяю тебе на своем эфире пропиарить свои БАДы. Спасибо. Расскажу, потому что я хочу сказать, что у нас в компании, к сожалению, этого нет. Просто я надеюсь, что когда он у нас появится, у нас был потрясающий продукт для женщин Just One, прогестероновый, кстати, крем. И его больше нет. Я очень сильно возмущалась. Я только доросла до этого возраста, когда он мне нужен. И он закончился. Я даже не успела попробовать. Поэтому тема очень актуальна. Расскажи, потому что я прекрасно понимаю, что посмотрю сегодняшний эфир. И я думаю, что мы сделаем еще несколько, эфиров, потому что у тебя очень много интересной информации, которая очень полезна. Огромное количество людей сейчас откроет интернет и начнет искать, что бы такое им попробовать. Так вот, чтобы они не обманулись. На что им стоит обратить внимание? Да, но следует отметить, в этой области огромное количество мифов. Вот это правда. Мы с этим сталкиваемся. Ну, я хочу заострить внимание. Я же человек из спорта. Я занимаюсь медико-биологическим сопровождением в спорте. Для меня, как для сопровождающего биолога, очень важен результат. И я его должен регистрировать. То есть я должен увидеть изменение гормонов. То есть если я говорю, что мы повышаем уровень тестостерона, я должен зарегистрировать изменение уровня тестостерона у спортсменов сопровождающих, у сопровождаемых. Кроме того, я не хочу прям, ну, отметить остро такой вот момент. Повышение уровня тестостерона на 10-20% ни о чём не… Ну, оно никак не влияет. Это вот возвращаясь там к минимальной оплате труда. Если у вас 5 тысяч рублей минимальная заработная оплата, если вы её повысили на 20% и стали получать 6 тысяч, качество жизни никак-то особо не изменится. А если вы его увеличили кратно, ну, там, до 100 тысяч, да, уже какое-то изменение качества жизни произойдёт. С тестостероном то же самое. Очень мало средств, которые действительно эффективно и безопасно могут обеспечивать улучшение биосинтеза тестостерона у мужчин и у женщин. И в спорте они, ну, мной очень хорошо изучены. Я из Казахстана сам, близость к Китаю и близость к их тысячелетней медицине позволила, ну, получить очень много информации по алкалоидам, по растительным веществам. И я действительно создали мы один продукт. Ну, не знаю, насколько уместно о нём говорить. Который действительно эффективно повышает уровень тестостерона у мужчин и у женщин. Ну, потому что в спорте, ну, мы все знаем, там, о допинг-контроле, о скандалах с ВАДА. То есть это безопасно влияет на… Ну, была поставлена амбициозная задача. Ну, нам нужно было повысить уровень тестостерона, поскольку это основной анаболический гормон. Ну, вот создали мы такой БАД. Вот он у нас называется «Андроматрикс». Скажу уже, если можно. Он повышает уровень тестостерона, биосинтез тестостерона у мужчин и у женщин. Есть второй метод. Я являюсь автором и разработчиком протоколов транскраниальной стимуляции головного мозга у высококвалифицированных спортсменов. Это, ну, достаточно уникальная процедура. Это неинвазивное воздействие на глубинные структуры мозга током сложной модуляции, то есть воздействие на центральную нервную систему, в том числе и на гипоталамогипофизарную систему, что приводит к повышению уровня тестостерона из-за мототропного гормона. И, естественно, ну, протокол разрабатывался под это, и мы регистрируем эти изменения. И нужно сказать об эффективности данного протокола. ВАДА трижды проводила конференцию, подтверждая, что моя методика действительно улучшает спортивные результаты, видны изменения в стероидном профиле. Мы вместе с Дрезденской лабораторией изучали влияние. Но кроме этого, как оказалось, происходит ещё целый ряд воздействий на глубинные структуры мозга, которые очень полезны оказались в гражданской реабилитологии. Это воздействие на вазомоторный центр, сосудодвигательный центр, улучшается кровоснабжение, микроциркуляция головного мозга. Поэтому это используется и при задержках психоречивого развития, в постинсультных состояниях. Воздействие на двигательную кору головного мозга, когда хорошо формируются различные сложные координационные навыки. Воздействие, мы оказываем воздействие на мезоденцефальную область головного мозга. Это область, где формируется большое количество нейромедиаторов. Но у нас стояла задача повышения бетаэндорфина и активизация эндогенной эпиолидной системы. Эти два нейропептида, они ответственны, в том числе ответственны за адаптацию организма к истощающей к пиковым нагрузкам, к отрицательному влиянию окружающей среды и, что немаловажно, в данных условиях к регуляции иммунитета. Мы недавно просто отметили доктора, врачи, которые работают в сборных, со спортсменами, с которыми я работал, когда возникла задача прививать от гриппа, сезонного гриппа, а спортсмены стараются отказаться от прививок, ну и поставило руководство задачу, давайте привьем тех, кто болеет. И тут вырисовался такой круг спортсменов, которые на протяжении года или двух лет не болеют. И врачи разных сборных, разных команд стали сверять лекарственные средства и нутриенты, которые применяют, оказалось, что достаточно разные. И потом один сказал, слушайте, ну это же Кокин с ними вроде работал. И выяснилось, что ребята, которые получали транскрениальную стимуляцию головного мозга, не подвержены сезонным заболеваниям вируса. Ну вот таким образом получилось. Ну это уникальное условие, ее уникальная процедура, она чем хороша? На самом деле мы не знаем, к сожалению, не знаем, какой у нас должен быть нейрогуморальный коктейль гормонов и медиаторов. Когда мы вмешиваемся в работу гормональной системы, но в заместительной гормональной терапии, это требует такого очень тщательного подхода и постоянного контроля. И все равно мы не можем добиться идеального состояния гормональной системы, потому что нам неизвестна идеальная картинка для данного конкретного организма. А транскрениальная стимуляция головного мозга под протокол устроен таким образом. Мы повышаем биосинтез тестостерона и самототропного гормона, а все остальные гормоны под этот уровень тестостерона подстраиваются в правильной конфигурации. Поэтому она такая безопасна, достаточно уникальна. Извините, что занял. Да, да. И знаешь, у меня такой вопрос сейчас еще, потому что ты поднял важный вопрос на самом деле по поводу гормональной терапии. То есть это же вот что ты вообще скажешь, допустим, про контрацепцию гормональную? Это хорошо или плохо? Вы знаете, на самом деле это золотой стандарт, и он ущербен для женского организма. Это я ответственно заявляю. Назначение оральных контрацептивов в современном обществе не с целью контрацепции сейчас делается, 95%. Необходимо понимать, что комплексные оральные контрацептивы – это препараты гистогенового, прогистенового ряда. Их назначают гинекологи женщинам, косметологи. Вот прищепошли, пей, контрацептивы. Какие-то любые проблемы назначаются оральные контрацептивы. И это ущербно для женского здоровья. Почему? В отличие от преминопаузы или климакса, когда уровень прогестерона просел, назначение прогестерона обосновано. Мы выравниваем баланс и решаем проблем. А когда этого явления нет, значит, назначаются оральные контрацептивы, они уменьшают синтез тестостерона за счет снижения секреции ФСГ. Но это сложный процесс, я постараюсь не углубляться в термины. В общем, это пагубно влияет на тестостерон. И наверняка многие отмечают, первое, что слетает при приеме контрацептивов – это либидо. То есть не хочется секса. Далее что происходит? Снижается уровень тестостерона, повышается его антагонизм – кортизол. Что возникает в стрессорное состояние? Долговременный стресс приводит к депрессии. И чаще всего следом за контрацептивами назначаются антидепрессанты. Антидепрессанты добивают дофаминологическую систему, тем самым еще больше снижая уровень тестостерона. Это совсем не шутка. Ты сейчас страшные вещи рассказываешь? Ну, это действительно так. Это большая проблема, которая существует в обществе. Смотрите, ну, конечно, необходимо понимать, что комплексно-оральные контрацептивы, препараты прогестенового ряда, то есть они вас делают чуточку беременным. Чуточку беременным по гормону. Ну, организм у нас женский умеет быть беременным, да? Ну, недолго. Девять месяцев. А потом ему очень некомфортно в этом состоянии находиться. Естественно, начинают развиваться различные патологии. Ну, много таких практик ущербных. Ну, допустим, статины. Поэтому статины, кстати, очень сильно влияют на тестостерон. Статины прерывает синтез холестерина на начальной стадии. А необходимо понимать, что холестерин – это очень важная молекула. Из нее строятся мембраны клеток из холестерина. Холестерин стоит на старте формирования всех гормонов. Кстати, ВОЗ признал в 2018 году ущербность применения статинов и борьбы с холестерином. ВОЗ это признал. Хотя научное сообщество на протяжении 25 лет говорило, ребята, что вы делаете, нельзя бороться с холестерином. ВОЗ-то признал, но медицинская машина очень медленно разворачивается. По-прежнему назначают статины очень-очень активно, назначают коки. Это приводит к таким не очень хорошим изменениям в гормонально-медиаторной сфере. Ну вот скажи, наверное, как любой доктор скажет всегда, что гормоны – это не шутка. То есть нельзя пойти в магазин, купить себе там гормон какой-то, попить его. Это вообще прям не шутка. А что относительно БАДов? То есть БАДы продаются весь рецептурно, да? Ты права. Насколько они могут быть опасными и насколько они могут быть полезными? Ты права, конечно. Но стоит отметить, что заместительная гормональная терапия, она очень эффективна, но требует сопровождения очень грамотного специалиста. То есть можно навредить легко. Если грамотно подходить к заместительной гормональной терапии, она будет только во благо. Поэтому эту сферу мы оставляем на откуп специалистам. Если вы на это решаетесь, ищите специалиста очень грамотного. Я занимаюсь сопровождением. Очень много нюансов приходится учитывать. А если мы говорим о биологически активных добавках, их необходимо разделить на две части, опять же. Это нутриенты, то есть это те вещества, которые попадают нам в организм с пищей и синтезируются внутри организма. И алкалоиды – это экстракты лекарственных растений. Применение вот этих продуктов очень безопасно. Почему? Потому что мы стимулируем наш организм, железы внутренней секреции, производить тестостерон в повышенном количестве, скажем так, повышаем биосинтез тестостерона. И здесь всё достаточно безопасно, потому что мы никогда не превысим физиологическую норму. Мы можем только остаться в рамках генетически определенного для организма уровня тестостерона, и мы не сможем его задрать выше, чем он у тебя генетически определен. То есть даже если, грубо говоря, ты съел целую банку цинка, ну вот так вот, да, просто, например, ты всё равно не убьёшь свою гормональную систему по той простой причине, что если нутриент, как там ты говоришь, ты говоришь хорошую фразу, если нет дефицита этого нутриента в организме, то нутриент тебе не будет полезен, но точно так же он не будет тебе и вреден, да, потому что всё лишнее, то, что за свой естественным путём будет убрано из организма. Нутриентами – да, но если мы говорим об алкалоидах, о производных лекарственных растениях, там нюансы есть, то есть там возможны некие побочные эффекты, поэтому, допустим, вот у нас очень чётко прописана дозировка согласно веса, ну от веса, ну, допустим, в наших препаратах мы говорим, в зависимости от квалификации и веса делается назначение. Там есть нюансы, но эти побочные эффекты, они связаны только с такими незначительными проявлениями. Потом вот ещё очень… То есть, если я правильно поняла, да, вот мы сейчас говорим, то есть, ну, я прекрасно представляю, сколько сейчас за эту неделю будет просмотров у этого видео, и вот я хочу, чтобы наши слушатели все поняли, как бы вот чтобы у них вот это вот улеглось. То есть, по поводу гормонов, это не шутка. Если вам нужна заместительная терапия, вы идёте к доктору, и не просто доктору, а вам нужно желательно найти такого доктора, который способен на самом деле помочь отрегулировать вашу гормональную систему, да, если вы идёте… Это очень важно, да. Второе, как бы, то есть, учитывая то, что мы все стареем, и в принципе мы все стареем, и этот процесс идёт неизбежно, то мы можем корректировать свой гормональный статус за счёт биологически активных добавок. Но биологически активные добавки, которые идут для остановления гормонального статуса, должны быть использованы ровно в чётко прописанном производителем количестве, правильно? То есть, если написано на баночке «Отда капсула» производителем, то человек не должен пить 10 капсул, то есть он должен пить так, как написано, принимать. Более того, скажу, мне нравится, почему концепция кораллового клуба, да, она очень близка к спортивной медицине, потому что она, ну, это концепция холистики, то есть холистический подход, когда организм рассматривается как единая биологическая модель, и самое главное, очень важна персонафикация. Вот всё, что касается в регуляции гормонов, в том числе и в подборе дозировки биологически активных добавок, всегда следует начинать с рекомендаций производителей, но корректировать дозировку в зависимости от индивидуальных качеств организма. Но это достаточно безопасно, то есть если мы будем назначение принимать так, как написал производитель, мы не получим никаких побочных эффектов. Это касается алкалоидов, а то, что ты говорила по поводу нутриентов, там вообще всё просто, то есть там невозможно получить какую-то передозировку, всё лишнее будет выведено выделительной системой, поэтому да, безопасно. Да, я говорил о том, что ни один нутриент в отсутствии его дефицита не может скорректировать физическое состояние, но, однако, возникший дефицит способен и приводит к патологиям, поэтому его нельзя допускать. Просто у нас в спорте по умолчанию построено питание и нутриативная поддержка таким образом, что дефициту неоткуда взяться, поэтому по умолчанию понимаем, у нас нет дефицита цинка, да, допустим, но мы всё равно периодически его контролируем. И всё остальное повышение уровня тестостерона, оно направлено, оно реализуется с помощью биологически активных добавок. Их очень мало на самом деле эффективных, я хотел бы коротко остановиться, есть много мифов, и вот, допустим, вот такой набивший оскомит, три булистерестис, наверное, слышали, да, якорцы стерющие, вот есть мифы, которые, ну, нейтральные, а вот, допустим, есть мифы, которые наоборот снижают тестостерон. Вот якорцы стерющие, её все принимают три булист для повышения тестостерона, а она на самом деле снижает уровень тестостерона. Поэтому тут надо тоже быть очень взвешенный подход и приобретать у производителей, которому доверяешь. Я думаю, если бы вот, ну, в коралловом клубе, если вдруг была бы какая-то линейка, ну, можно было бы с удовольствием использовать, потому что хорошая репутация, я вижу результаты ваши. У нас на самом деле была линейка, просто сейчас там определенные изменения, этого нет, и я думаю, что в ближайшее время компания в любом случае закроет этот пробел у нас. Вот. Но тема на самом деле очень важная, потому что я, знаешь, смотрю сейчас, сколько написало девочек молодых, то есть у них уже там идут всевозможные гормональные изменения, и это наши девочки коралловские, и они говорят, как бы они, ну, как бы этот вопрос существует, да, здорово, когда что-то есть, и во всяком случае хотя бы ты понимаешь, что происходит. Вот. Скажи мне, пожалуйста, нам, пожалуйста, скажи еще. Вот у нас просто время заканчивается, мы уже не будем никакую новую тему поднимать, но сто процентов у всех масса различных вопросов относительно этого тестостерона, кортизола и всего прочего. И все-таки, каким образом вот все эти гормоны влияют на взаимоотношения между людьми? Ой, Настя, это же вообще отдельная огромная тема, на самом деле. Давай мы сделаем на нее промоушен, обязательно ее запустим. Да, я делал у себя там целую серию публикаций, мы это химия. На самом деле вот этот, я это называю гормональный нейромедиаторный коктейль, он влияет не только на наше восприятие мира, он влияет напрямую на все взаимоотношения и все ощущения от взаимоотношений. То есть что такое гормоны и медиаторы? Это химия секса, это химия без секса, это химия оргазма, это химия старения, химия молодости. Вот на все эти процессы влияют, прямое влияние оказывают и на взаимоотношения, конечно, в первую очередь. Но здесь очень коротко не расскажешь, но это однозначно. Поэтому мы сделаем еще один эфир и поговорим про химию оргазма, секса и любви, про химию ухаживания. Я теперь расскажу девочкам и мальчикам, оказывается, есть гормон верности. Вот вообще до 47 лет дожила и, знаете, такого не знала. Я вообще, у меня очень много открытий в голове произошло, я говорю, у меня прям буквально штырит от этой информации, потому что вот меня когда-то так штырило от нутрициологии, когда я ей увлеклась, когда-то от психологии, а сегодня, знаете, такое вот, ну, какое-то в общем сложение пазлов, что ли. То есть я достаточно глубоко и профессионально изучала психологию, да, потом были увлечения эзотерикой, различными традициями, то есть свой личный опыт какой-то там не очень удачный в семье. Это вот, ну, это позволяло, да, то есть все опыты, которые неудачные происходят, они, ну, меня во всяком случае заставляют расти. Ты начинаешь развиваться в этом направлении, потом говоришь, господи, спасибо, что все так случилось, потому что вот ты теперь там на другой ступеньке своего лиценного развития. Вот, то есть как бы нутрициология, питание, я очень много знаю о тестостероне и у гормонах относительно питания, и вот теперь как бы вообще вот эта вот информация, она заходит, она вот так вот выстраивает, расстраивает, я думаю, боже мой, надо же, как бы вот, то есть ты смотришь и понять не можешь, что такое, был мужчина как мужчина, то есть ты его уважал, ты вообще прям его оценил, ты думал, блин, вообще какой он классный, просто там, да, какой-то твой знакомый, а потом ты смотришь, что это не мужик уже, а истеричка, который сидит там, рыдает или там как бы истерит на работе чего-то, оказывается как бы все гормональные изменения. Да, но самое главное, самое главное, это можно перебивать, это же можно изменить. Да, 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 то есть как бы если взаимоотношения в семье пошли вниз и пошли вниз не потому что женщина задавила, а потому что это физиологически снижается тестостерон, как сказал Станислав, то есть как бы хорошая гормональная терапия, и в течение двух недель мужик бы был возвращен в то самое ресурсное состояние, которое ему было изначально, когда женщина смотрела на него и просто вот писала кипятком, потому что она чувствовала его силы, и она с ним рядом была счастлива. Вот, то есть как бы все на самом деле корректируется, все это невероятно интересно. Вот, Дарута пишет, гормон верности, очень интересно узнать, вообще интересно. Это отдельная история, гормон верности. Да, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня рассказал нам об этом. Я очень хочу, чтобы мы с тобой провели эфир для женщин и эфир для мужчин, если это возможно. Вот, и, может быть, я даже не знаю, способна ли я буду задавать те вопросы, которые можно задавать касательно мужской сферы. Но если ты мне напишешь вопросы, я их буду просто задавать, чтобы никаким образом мужчин не ущемить, и ваш тестостерон… Как, пять месяцев? Да-да-да, не придавить. Ну, как бы, относительно девочек точно очень нужно, мы, думаю, относительно мужчин тоже. Вот, спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Спасибо. Я думаю, большая тебе благодарность от наших зрителей. Вот тебе очень много, уже, наверное, минут десять народ пишет. Спасибо тебе большое, да. И, как бы, спрашивать будет… Да, я вас пара. Конечно же, он сохранен. Вот. Спасибо тебе огромное. На следующую субботу по плану, скорее всего, у нас будет в гостях Лена Борисовна Каташова. Мы будем говорить о вот этом вот каком-то удивительном вирусе, который у нас гуляет уже полгода по миру. Вот. Ну, я смеюсь, говорю, как бы в моей реальности этого вируса нет. В моей реальности вообще его нет. У нас тут фу, как бы, вообще все живет и процветает, никаких масок и ничего, у нас все замечательно. Вот. Ну, а оказывается, у людей есть сегодня серьезная актуальная тема, вопросы. Они хотят об этом поговорить, и поэтому я пригласила Елену Борисовну, и мы с вирусологом будем разговаривать об этом вирусе. А вот, скорее всего, в следующую субботу, то есть через субботу, мы поговорим, ну, или о девочках, или о мальчиках. Следите за нашим анонсом, будьте вместе с нами. Спасибо, что провели с нами это утро. Очень надеюсь, что мы были вам полезны, и очень надеюсь, что вы сегодня очень много взяли для себя полезной информации. Всех вас люблю. До следующей встречи. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать под этим видео. Станислав вам будет отвечать, вы увидите его контакты, и всегда сможете с ним связаться, если у вас есть такая необходимость. Вот. Спасибо всем. Хорошего вам субботнего дня. Пока-пока. Пока-пока. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!